Танцевальный флешмоб от кадетов и сеанс радиосвязи с другими странами. В День космонавтики в село Шоршеллы приехали гости со всех районов республики и не только. Здесь, на площади мемориального комплекса, состоялся праздничный митинг. На нем собрались школьные отряды, ветераны космодромов, друзья и родственники героя Советского Союза Андрияна Николаева. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. У многих российских регионов есть свои космические истории, герои, которые покорили Вселенную. В Чувашии каждый год 12 апреля центром праздничных мероприятий по праву становится небольшое село Шоршелла Марпасадского района. Здесь вспоминают не только о первом космонавте, но и о своем земляке Андрияне Николаеве, который в одночасье прославил эти места. Тогда, на заре освоения Вселенной, каждый полет человека в космос воспринимался как первый. Это была эпоха экспериментов и мировых сенсаций. Путь к звездам проложил Юрий Гагарина, а уже спустя полгода Герман Титов сделал 17 витков вокруг земного шара. Третья экспедиция тоже была уникальна. Чувашскому соклу Андрияну Николаеву и его звездному брату Павлу Поповичу удалось вывести на орбиту сразу два корабля. Благодаря им Советский Союз в одночасье стал космической державой, обогнав Соединенные Штаты Америки. На митинг Шоршеллы приехали те, кто был хорошо знаком с героями того самого отряда номер один. Я прослужил на Байконуре более 30 лет. А какой для меня самый памятный запуск? Не раздумываю, я всегда говорю. Самый памятный тот, который первый. Первый спутник, первый человек в космосе, первый групповой космический полет. В космос полететь возможно, стоит только захотеть. Эти мальчишки и девчонки собираются пойти по стопам Гагарина и Черешковой. Первый шаг своей мечты они уже сделали и записались в отряды юных космонавтов. Их ряды пополняются с каждым годом. По традиции, 12 апреля кадеты приезжают на родину Андреяна Николаева, чтобы принять участие в республиканском слете. Именно здесь, ровно 10 лет назад, Розе Раковое удалось возродить популярное в советские годы движение. Сейчас в республике насчитывается более 2,5 тысяч юных космонавтов. И, по-моему, 72 отряда. А первый слет у нас проводился 10 лет назад. Было 14 отрядов и 175 человек. И космические дали становятся все ближе. В Чувашии скоро откроется филиал Казанского техуниверситета имени Туполева. На молодых ребят в этом вузе возлагают большие надежды. И эта мечта, я абсолютно в этом уверен и рассчитываю на молодых наших юношей и девушек, у вас сбудется. Для этого нужно учиться, трудиться и иметь силу духа. Николаев, Бударин, Монаров. В этом списке отметили гости, должна появиться еще одна фамилия Чувашского космонавта. Возможности для этого будут созданы. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк.